Вера и надежда, они словно дополняют друг друга, и в нашей христианской жизни нам необходимо как одно, так и другое. Поэтому вот те слова из притч, которые мы сейчас с вами прочитали, надежда долго не сбывающаяся, то есть надежда смотрит вперед, ты чего-то ожидаешь, сильно ожидаешь, ты чего-то очень ожидаешь, а это не приходит, это не наступает, и ты ждешь, время идет, ничего не меняется, или меняется не в ту сторону, в которую ты ожидал бы, чтобы изменилось, а все становится только хуже, и в итоге сердце настолько пропитывается, отравляется вот этой тоской, томлением, вот, и вот то, что рождается безнадежность, безнадежность такое состояние, когда ты мрачно смотришь уже в будущее, ты ничего не ожидаешь ни для себя, ни вообще, в общем будущее мрачное, в будущем ты видишь только какие-то непреодолимые преграды, ничего не получится, все бессмысленно, безнадежно, и вот это, знаете, вот такое чувство беспомощности. Как в свое время, в 90-е годы была популярна песня у нас одна, подпевец исполняет, который как-то все время не в те двери заходит, вот у него песня такая, «Что мы сделали с надеждой?» Вы помните, сейчас, когда пришла беда, ведь такими же, как прежде, мы не будем никогда. Вот все, что мы сделали, ничего уже хорошего не будет. И дальше, «Не родятся наши дети, не подарят нам цветы, будет дуть холодный ветер над осколками мечты». И вот этот ошибающийся длинный певец вот очень точно выразил вот это ощущение, когда ты вот сидишь над осколками мечты, такой холодный вечер, и ты думаешь, так, чего у меня не будет детей, не будет цветов, не будет благословений, не будет. То, что там я себе напридумывал, нажелал, ничего этого не будет, кроме этой песни тоскливой, ничего не будет. И вот это вот ощущение беспомощности, безнадежности, когда все сконцентрировано на плохом, на черном, на каком-то все время негативном, вот это вот состояние негативное пропитывает нас. Недаром говоря, что, знаете, даже вот в безнадежности есть какие-то позитивные вещи. А знаете, какая в безнадежности есть позитивная вещь? Позитивная вещь в безнадежности, значит, если ты безнадежен, значит, была какая-то цель, которую ты теперь понимаешь, что никогда не достигнешь. Потому что ведь наличие цели, оно в принципе хорошо. Когда есть цель, это хорошо. Цель нас стимулирует. Но безнадежность, это когда у тебя есть цель, или точнее была цель, но ты вдруг осознал, ничего не получится, и не просто ничего не получится, ты не просто этой цели не достигнешь, но ты все свое счастье, всю радость связал именно вот с этой целью. И если эта цель не достигнута, то мне уже ничего другого не надо, я буду несчастен, я буду доживать, все черное и все мрачное у меня. И вот ты сидишь, холодный ветер дует, обломки и мечты у тебя под ногами, ты стоишь и грустишь. И это выливается и не только в унылое состояние, в депрессии выливается, когда уже жить не хочется, когда в голове появляются вот эти суицидальные мысли, «О, ужасно, жизнь бессмысленна прямо сейчас и закончится». Потому что в основном все попытки суицида, они происходят когда? Происходят вот именно вот в этом состоянии безнадёги, когда все мрачное, сейчас плохо, смысл жить, если ничего светлого нет, никакого там света в конце тоннеля ты не видишь. Зачем? К чему это все? И самое страшное, что вот это состояние безнадёжности, оно само собой не проходит. Вот так вот не разрешается все. Ты бы хотел, чтобы прошло, а оно нет. Оно с тобой пребывает, и оно длится, и длится, и длится, это состояние безнадёжности. И я хотел бы вам сегодня дать три совета вот из своей жизни, потому что если вы думаете, что вот как бы всё плохое происходит только у тебя, то это неправда. Оно всех касается. Некоторые говорят, о, Виктор, ему хорошо проповедует, у него в жизни всё здорово. Я помню, как-то у меня давно была проповедь про одиночество, мне там такой комментарий написали, да что этот проповедник знает про одиночество, он с детства женатый. Ну, мы поженились с супругой, когда мне было 19 лет. Мы были сверстники, нам было по 19, мы поженились. Вот. Вот уже 33 год живём. Уже как жизнь Христа мы почти с тобой вместе прошли рука об руку. И кажется, вот что это, он ничего не знает ни про одиночество, ни про безнадёжность. Ага, как бы не так. Даже, вы даже не представляете, даже сегодня утром, вы не представляете, я вчера, а такой день был какой-то тяжёлый, почему-то мне что-то было тяжело заниматься, не знаю почему. Я буквально заставлял себя, сижу, заставляю заниматься, и составил в конце дня проповедь, так обрадовался. Утром он проснулся, открываю, чтобы повторить, смотрю, а проповедь исчезла, просто пропала. Нету ничего. Как она исчезла, когда я её удалил незаметную. Я не понимаю. Я такой сижу, думаю, мне скоро выходить в церковь. Я только на прошлом собрании сказал, как здорово проповедовать с листочков, а не с книги. Теперь что делать? У меня листочков нет. И проповедь о безнадёжности, и ты в безнадёжном состоянии. Я думаю, ну просто живая иллюстрация вот того, что я должен сегодня говорить, то, что я должен сегодня рассказывать. И вот поэтому, вы не думайте, что я как бы сам это не переживаю. Сегодня только утром уже пережил. Маленькую, но мрачную безнадёжность. И вот три совета. И самый первый совет мой. Безнадёжность – это образ мышления. То есть, когда нам кажется, что уже выхода нет. И вещи кажутся хуже, чем они есть на самом деле. То есть, вот недаром говорят, как будто ты смотришь сквозь серое стекло, и всё уже кажется серым. Всё, выхода нет, скоро рассвет. Нет выхода. Я вот точно так же сидел, вот сегодня утром, и думаю, ну всё, я вчера целый день часы потратил, чтобы сформулировать, чтобы так обозначить, чтобы написать. А у меня примеры там были интересные, а не певцов разных там, не в те двери заходящих. Так мне так всё было подобрано, и так всё продумал, как это всё. И всё пропало, всё. И теперь мне осталось вот уже скоро мне выходить, и я не успеваю. И всё, я не смогу, я целый день потратил. Я такой сел и думал, и что делать? И кажется, всё, ну ты выйдешь там. Хорошо, что у него причастие можно покороче проповедовать. Аминь, кто-то обрадовался, нет. Ну, Бог, может, не захочет, чтобы покороче. Обычно, когда конспекта нет, вы знаете, это подлиннее получается. Потому что там всё сформулировано, а тут ты пытаешься родить то, что было, да? Но я сидел, когда утром, я вдруг, думаю, всё, не успел. А потом думаю, подожди, подожди, ну эту проповедь-то ведь вчера составил кто? Я. То есть я это делал. А второй раз уже как-то уже, ну проще всё, да? Я просто взял и стал вспоминать. И всё так быстро, 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 быстро. У меня там было проповедь на трёх листочках, сегодня будет покороче, на двух. Третий не вспомнил. Но хотя бы что-то! А для некоторых даже лучше. Короче будет, правильно? Уже плюс, может, кто-нибудь из вас сегодня утром молился, говорит, Господь, у меня сегодня важная встреча, сделай так, чтобы собрание покороче было. Бог говорит, для тебя, брат мой, сворую конспекту, постараюсь. Будет покороче. И вот, дорогие, вот это вот, это образ мышления, когда нам кажется, что всё ужасное, всё мрачное, всё чёрное, всё, всё уже. И вот это, знаете, как порочный круг. Порочный круг. Ты видишь всё мрачным, всё ужасным, ты тоскуешь, ничего не меняется, ты думаешь, о, вот, ничего не меняется, и ещё всё мрачнее и мрачнее. Если раньше ты думал, что там у меня ничего не получается, то теперь ты думаешь, я вообще неудачник, у меня вообще ничего ненормального не бывает. Если раньше ты думал, что я там чего-то не умею, то теперь, да вообще я не умеха, я негодный человек. И начинается ужас, начинает вот эта внутренняя тоска безнадёжности, которая отравляет тебя, отравляет тебя, отравляет тебя. Смотрите, мы в прошлое собрание много говорили про пророка Иеремию. Я вот хочу открыть 29-ю главу книги пророка Иеремии. И на фоне вот истории из его жизни, а я напоминаю, жизнь у пророка Иеремии вообще была не радужной, да? Она была не безмятежной. Сколько у него было горести, страданий, конфликтов, трагедий всевозможных. И вот посмотрите, Иеремия, 29 глава, 11 стих. Слово Божье. «Ибо только я, — говорит Бог, — знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня, всем сердцем вашим». Вы знаете, когда мы говорим о молитве, мне кажется, мы забываем очень важную часть молитвенной жизни. Почему-то для большинства верующих молитва — это прежде всего изменение жизненных ситуаций. Нужно молиться за это, нужно молиться за другое, нужно молиться за третье. И, конечно, мы должны молиться. Об этом говорит Писание. Но в Библии показано, что молитва, она меняет не только ситуацию, она очень часто меняет самого молящегося. у меня сколько раз бывало в жизни, когда я сижу, я молюсь о каких-то проблемах в своей жизни, и вдруг мне приходят интересные идеи, приходят интересные мысли, как можно решить эту ситуацию. Иногда даже я поражаюсь, как мне до этого не приходило это в голову, но именно во время молитвы и пришло, когда мы молимся. И вдруг то же самое, вот вы же, я думаю, неоднократно переживали, как вот что-то в нас меняется, и мы на ту же самую ситуацию начинаем смотреть совершенно иначе. Мы всегда ждем, чтобы ситуация изменилась, а порой намного важнее, чтобы мы с вами изменились. Ты начинаешь меняться, и ты начинаешь понимать, да, может быть, все пошло не так, как я запланировал, но у Бога свои планы. Да, есть испытания, да, есть сложности, да, порой мне кажется, что эти сложности непреодолимы. Это каждому из нас периодически кажется. Но это состояние можно в себе культивировать, и, как я сказал, само собой оно не уходит. И в итоге ты уже через это мрачное состояние смотришь на все. У тебя проблемы какие-то на работе, и вот это мрачное состояние, ты смотришь уже и семья вся во мраке, и отношения с друзьями во мраке, и родственники, там, и с родителями, все как-то неважно. Вот это мрачное состояние, оно словно размножается и передается на все вокруг. Но когда ты видишь, что что-то идет не по плану, что-то идет не так, как ты думал, ты уповаешь на Бога, который дает булочность и надежду. Порой не так, как ты думал, не так, как ты планировал. Ну, что поделать, Он Бог, ты нет. Доверяй, уповай на Него. И поэтому в Писании столько мест, что Бог не допускает искушений, всевозможных испытаний, сверх сил. Я понимаю, что это читать легко, но когда ты сталкиваешься с искушениями и с испытаниями, которые кажутся тебе непреодолимы, вот именно в этот момент важно помнить, да нет испытаний сверх сил, нет безнадежной ситуации ни в моей жизни, ни в моей семье, ни в моей стране. С помощью Бога мы сможем все преодолеть. Мы сможем пройти, мы сможем прорваться. Сколько в Библии мест об этом? Верующему все возможно. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok